Строительные работы в Покачах стартовали ещё ранней весной. Тогда в сквере Таёжной демонтировали старое здание спортивного комплекса, чтобы с наступлением тепла приступить к реконструкции большой территории. Организация нового пространства стала продолжением благоустройства, начатого ещё несколько лет назад. Сегодня строительство пешеходных зон протяжённостью порядка 500 метров ведётся по соглашению между правительством Югры и компанией «Лукойл». Я думаю, что в любом случае будет у нас красиво. Там очень замечательно. Здесь мы как-то немножко на отшибе. Но всё-таки хотелось бы, чтобы было больше детских площадок. Что-то приятное, красивое. Чтобы приятно было погулять с детьми. Лучше детскую площадку. И детская площадка появится. Большой городок будет самым любимым местом отдыха юных покачёвцев. Основное финансирование на возведение объекта идёт по программе формирования комфортной городской среды. Общей площадью составляет 700, ну чуть более 700 квадратов. А здесь, на этой площадке, кроме традиционных для нас игровых комплексов, будет вообще и батуты. И опыт Кремля и Нефтеграда показали, что для детей очень важны качели. Сквер Таёжный станет настоящим подарком жителям к 30-летнему юбилею города. Реализация масштабного проекта уже на стадии завершения. Вот и в Урае обновления набережной ждали много лет. А сегодня площадь более чем в 22 гектара превратилась в различные зоны отдыха для горожан. Одной из главных достопримечательностей территории стал новый арт-объект. Установленная ещё в прошлом году скульптура после долгого отсутствия вновь вернулась на своё место. Это птица Сури, чайка, которая обитает на берегах реки Канда. Она считается покровителем, который отражает своим крылом невзгоды, укрывает от беды и указывает путь к успеху. Её образ запечатлён на гербе Урая, а теперь появился и на территории набережной. Это была одна из идей неравнодушных урайцев. Субтитры создавал DimaTorzok